Добрый день дорогие друзья, дорогие зрители Академии трейдинга инвестиций. С вами аналитик по фондовому рынку Артем Вольфовский. Сразу хотел бы прокомментировать ту сделку, которую вы наверняка ждали в течение всей прошлой недели и дать комментарий по ней. Соответственно, торговая идея по компании Walt Disney себя не отработала в той мере, на которую я рассчитывал, поэтому ее следует закрыть. Данные по компании вышли, при этом весьма положительно. Основным драйвером для роста акции, соответственно, стали кассовые рекордные сборы по фильмам «Мстители. Война бесконечности». При этом из-за того, что Dow Jones находился в определенном давлении на протяжении всей прошлой недели из-за тех рисков, которые были связаны с геополитикой, естественно, и акции не получили того масштабного роста, который мы ожидали. Данная сделка, соответственно, рекомендуется до закрытия, соответственно, ликвидации ее на вашем балансе. И у меня для вас есть хорошие, соответственно, сделки, как минимум до следующей недели, которые отработают ваши ожидания в более полной мере. Эти, соответственно, прогнозы касаются трех компаний, которые отчасти также и держат сам рынок США. Это компания Walmart, крупнейшая розничная сеть в США и по всему миру с учетом ее капитализации, которая будет отчитываться в пятницу. И компания Cisco, которая является главным поставщиком сетевого оборудования, программного обеспечения для сети интернета, технических центров обработки данных и так далее. Она является самой крупной в мире. Давайте обратим внимание, соответственно, на данные по инвестингу, которые мы сейчас с вами оценим. Соответственно, компания Cisco отчитывается в среду, а это произойдет после закрытия рынка. То есть, в понедельник в нашем эксклюзивном, соответственно, обзоре и данные по прогнозам на неделю, вы, соответственно, увидите конкретные позиции с тейками, стопами и временем, и уровнем для оптимальной, соответственно, точки входа в эту сделку. Это касательно Cisco. Касательно компании Walmart, вы увидите, соответственно, движение и ее отчетность уже в рамках четверга. И это произойдет до открытия рынка. Поэтому в среду мы уже с вами должны стоять в позиции, чтобы, соответственно, на ГЭПе, исходя из нашего прогноза, который будет в понедельник, вы получили эту самую доходную часть. Также мы обратим с вами внимание на компанию Home Depot, если, соответственно, увидим с ней хорошую перспективную точку входа, и на компанию DiasCamp. И касательно них вы уже увидите подробности в следующем прогнозе. Если смотреть на техническую часть по компании Cisco, которую я, в принципе, считаю приоритетной сделкой на следующую неделю, то вы можете увидеть, что, соответственно, по технике их ближайшая цель, если мы рассчитываем на положительные данные, это 46.22. Если, соответственно, мы фиксируем, точнее, ограничиваем наши убытки, то точка, соответственно, поддержки это 45.88. Поэтому ориентируйтесь на эти цены. Более конкретные позиции вы увидите в понедельник в нашем прогнозе. Рад, что вы снова с нами. Желаю вам больших профитов, чтобы вы с большим удовольствием потратили прибыль, заработанную за эту неделю с нами. И, как говорится, до встречи.